Ммм, вкусно! Ага! Всем привет и доброе утро, друзья мои! А вот и завтрак у моих деток. Ирмочка с утра приняла душ. Потом мы, значит, кушаем яичницу. Вчера не снимала весь день, потому что у меня было такое событие, не знаю. Вообще, был очень насыщенный день, но рука не поднималась на камеру. Не знаю, скажу я вам об этом, не расскажу. Может, в течение дня приду в себя и расскажу, что со мной вчера произошло. Я аккуратно кушаю. Да, кушай аккуратно. Они уже ждут бабуля, что ты их... Они уже хотят, чтобы ты расскажешь. Хотят, чтобы рассказала. Я сегодня не могла рано проснуться. У меня на это была веская причина. Со мной все хорошо, друзья мои. Просто подумаю, рассказать вам ее или нет. Ну, скорее всего, расскажу. Как есть, так и есть. Я от вас ничего не скрываю, вы сами знаете. Может, кто-то будет осуждать, а может, кто-то и поймет. Все, мои хорошие, приятного аппетита им. Всем вам аппетита. А ты знаешь, что сказали? Что вы шумные очень. Какие-то мои аппетиты так любят. Шумите очень. Вы шумите? Нет. Мы сегодня на море второй день не ходим. Я очень хочу на море. Я сказала... Я же не хочу говорить. Нет, не сегодня, а послезавтра пойдем, если будет все хорошо. Послезавтра пойдем на море. Послезавтра? Угу. Нет, я сказала, вчера пойдем в парк. Сегодня в парк пойдем. Все, друзья мои. Друзья мои, я себе решила приготовить овсяно-блин со шпинатом. Вот смотрите на моего мальчика. Он только что все подмел. Кабы подмел. А на вторую покажу вам. Посмотрите. Посмотрите, как они работают. Мои вы золотые. А бабуля готовит борщ по ходу. А Марик у нас профессор. Она учится. Я делаю домик. Посмотрите, я делаю домик. Дети работают. А я делаю домик. А делаем носки, потому что они бегают босиком. Уже боюсь, чтобы не простудились. Друзья мои, у меня сегодня муза пришла готовить. Тут испанак. Здесь фарш. Буду котлеты делать хоть 10 штук. Здесь у меня готовится борщ, бурачок, капусточка. Вот мой борщ, картошечка. Вот зажарочка. Сейчас я расскажу, что все-таки со мной произошло. Мои дорогие, что со мной произошло, сейчас все расскажу. Так, готовлю на масле сливочном и чуть-чуть растительного масла. Мои дорогие друзья и подписчики, я вчера сделала прививку. Не буду долго тянуть. Решила это спонтанно, в ночь, позавчера ночью. Потому что перекрыли кислород, можно как сказать. Так, 6 сентября по Турции вышли новые законы. Это просто жесть. Сначала нельзя в кинотеатры и театр ходить. И также передвигаться по транспорту в автобусах. Если у вас нет прививки, тест. Ну скажите, пожалуйста, сколько можно делать тест за 250 лир? Каждые 2 дня тест годится 42 часа. Много наделаешься, даже куда-то пойти невозможно будет пойти. А так как мне надо вести детей, и я чувствовала, что семья мужа на меня немножко в обиде из-за того, что я такая упертая. Потом я посмотрела, подумала, что полмира, больше, наверное, больше половины мира сделали прививки. И все нормально. Я смотрю по состоянию моего мужа, по состоянию родителей. Я смотрю, что многие здесь, мои знакомые, сделали прививки. И все нормально. Это не принудиловка, нет ничего страшного. И у меня была единственная проблема в том, что я не хотела прививаться. Это аллергическая реакция. Вот это у меня был страх такой. Но, слава Богу, все в порядке, как видите. У меня стимул, у меня только немножко побаливает рука, и поднять ее не могу. Даже йогу сегодня не старалась делать. Думаю, не буду себя мышцей. Вот так поднять ее невозможно. А так общее состояние вообще не изменилось. Я даже не почувствовала, когда делала прививку эту, друзья мои. Я не превзываю никого. Я просто говорю о своих ощущениях. Час мы там посидели под контролем. И уехали домой. Яшка от радости нас вчера пригласил в кафе, чтобы я не готовила, отдыхала. Смотрел мне в глаза, хотя он тоже перепугался, когда я зашла. Естественно, стресс для него будет. Боялся за меня, конечно. И все прошло нормально. Вчера была как принцесса, королева, ничего не делала. Сегодня поэтому такой стимул у меня. Лекарства ничего не пила. Просто я выпила как антигистаминный препарат перед прививкой. И больше ничего. Так что вот так вот дело сделано. Через 21 день, наверное, мне надо будет повторно. Я сделала немецкую Биантекс. Биантекс, мне как-то нравится, никаких проблем нет. Не то, что там нравится влюблена, просто нужно. Просто в Турции без этой прививки никуда не пойдешь. А тесты не наделаешься. Я возмущалась, злилась, но выхода нет. Мне надо скоро везти детей и быть спокойна, что меня с автобуса не выгонят и не оштрафуют. Как делаются сейчас, когда первые дни после этого закона в новостях показывали, что два пассажира только разрешили ехать, а остальных всех выгнали. Это мне не нужно. Ну все, буду готовить борщ, красный борщ вместе с детками. Потом и шпинат. И еще свой блин я не поела. Приготовила я борщ. Вышел он у меня не такой красный, я не знаю почему. После этого борща на кухне уже что-то творится. А вот и мой рисунок. Вы скажите, что там? Это же грязь. На море же грязь есть еще. И там же на море еще такая труба есть. И водичка идет вот отсюда. Вот здесь идет. Вы не знали, что как идет. Я мультика видела, что там внутри земли труба. И она идет на море. И я там все грязь идет на море. И вот я сделала. Нарисовала. Нарисовала. Вот так вот. Играет у меня. Я же говорю, прививка на меня хорошо подействовала. У меня открылась муза на готовку. Как будто сто лет так не готовила. И борщ приготовила. Маре очень понравилось. А сейчас на ужин я решила приготовить куфте с рисом. Все это решила в духовке делать. Так красиво нарезала картофель. Сейчас вот залью этим соусом вместе с вами. Уже его там приправы положила, естественно. И перцовая паста, и томатная. И сейчас поставлю это в духовку. Друзья мои, я хотела бы поделиться своими ощущениями после прививки. Что я могу сказать? Вчера у меня было все нормально. Сегодня вот, когда я вам снимала видео, было нормально. Но потом у меня, знаете, какое состояние? Ничего не хочется делать, потому что в теле непонятно. Как будто вот грипп начинается у меня, вот такое состояние. Все болит тело. Даже начали болеть ягодицы в тех местах, где я делала уколы мышцы. Прям как частями. Вот я чувствую, что там дискомфорт. И немножко стали ноги мерзнуть. Сейчас пойду одену носки. Ничего не хочется. Аж кем не пожалел. Пошел. Сейчас забрал детей. Немножко в парке погуляет. А я, несмотря на то, что вот такое недомогание у меня, все равно все делаю как положено. Было все нормально. Немножко, конечно, рука. Я не могу так ее поднять. И вот чувствую, что мой организм болится. Это очень хорошо. Я думала, что будет хуже. Но у кого-то как так. У меня вот так проходит. Кто-то не чувствует. А кто-то вообще очень плохо первый же день чувствует. Все это переносит. Я говорю все, что есть со мной. И я никого не призываю. Это воля каждого. Я решила сделать так. И это выбор каждого. Я решила сделать так. Я считаю, что по-другому мне никак нельзя. Может, вы когда-то поймете. Может, нет. Но это я сделала во благо себе. И моя мама тоже обрадовалась, что я сделала. Но еще, друзья мои, сейчас что-то хочу тоже приготовить. Сладенькое. Я не пойму сама, что со мной сегодня происходит. Утром я себе приготовила овсяно-блин. Его слопала в течение трех часов. По чуть-чуть отломлю яблоко. Сейчас сижу и чувствую, что у меня вот в моих те уколах вот прям такая... Ну, боль такая вот. Я сейчас ощущила, ощутила 12 инъекций цепазолина на себе. А детей забрала НД. Я сняла всю косметику. Казали, что нельзя купаться. Но я, наверное, зайду искупаюсь. Я не могу вот под горячую душу такой. Но, естественно, руку не буду бочить. Тут все круто. Напишите, мои дорогие друзья, напишите в комментариях. Вы вообще любите Мерсинь или Батуми? Вот Мерсинь такой красивый. Вот такие там дома. Извините, я чем-то где-то наступила. Вот цветочки красивые. Вот уже выросло это все. Ребята, пожалуйста, подпишитесь на канал. Если наберете 10 тысяч лайков, то я выпущу новый ролик. Ладно, ребята. Если вы не поставите лайки, 10 тысяч лайков. Если вы 10 тысяч лайков наберете, если наши ролики нравятся, а ну так можно и вот так можно. И что? Ай, дорогие подписчики. Я вас очень люблю. Не просите. Хороший это. Я специально снимаю папуля. Папуля, чтобы я обрадовалась. И все так произошло. Вот у нас вот это раньше произошло. Это мой, кстати, брат. Это был мой брат. И вот этот монстр появился. Сильон. Вот так у нас произошло. Ладно, я вас шутю. Это не произошло. Это просто, вы знаете, такие буквы? Только я вот эти. Вот. Кстати, парк. Это парк. Это спа. Это там рыбки покупать. А эти домики красивенькие. Это правда спа. А это красивенький. Красивенький. Конечно же, пассейн. Хотите вам показать? Извините, я считаюсь, потому что у меня руки просто трясутся. Вы только посмотрите на эту красоту. Красотуху. Моя духа. Там и дети для детей. Видите, вот здесь. А вот и я. Я фокус такой сделал. Если вы нажмите на колокольчик, если вы 100 тысяч лайков и подписки наберете, то вам огромная-огромная. Конечно же. Спасибо. Если вы не поставили, я вам все время буду челленджи какие-то. Подумаю их про Таши сестрой пранковать. И что, знаете, здесь я посмотрю, что будет. Лайков много на мое с тем рождение. Если будет много подписки. Будет много подписчиков. И всем, всем hello, hello, hello. Кто смотрит по-английски, то всем hello. Ладно, я не для вас говорю. Ну, по-английски же тоже говорят. И вот так все происходит. Друзья, привет. Я что узнала, когда это все почитала? Я была в шоке. Хотите, я вам расскажу? Конец. А ну, я не знаю, это кто такой. Да. А ну, это... Ну, давай. Да. Ты... Все, всем пока-пока. Я могу и на полу бросить. Разговорчивый ты мой. Посмотрите этот ролик, что я снимала. Что ты там снимала, посмотрим. Друзья, посмотрите, что я приготовила. Взяла кусок теста, раскатала, намазала вареньем персиковым. Дэми так понравилось. Положила изюм, крошки. Дети в шоке. Сейчас это все пойдет в духовку. Не знаю, что получится. Ну, он любит у меня пирожки с этим, вареньем. Пирожки же, они все раз ползутся. А это сделаем, как такой тортик. Понравится еще бабуля, тесто у нее полно. Завтра сделает, да? Завтра? А вот наша еда готовится. Никак не приготовится. Ждем. Никак не приготовится. Да, дети пришли. Дети пришли, поели борщ вкусный. Да, Ермочка? Да. Такие они все черненькие, загоревшие. Одела им носки на ноги, потому что они босиком. Мне понравилось. Понравилось? А мы с Марией нашли денег. Я два нашла, Марию отобрала. Да, Дэми нашел деньги. В последнее время все время Дэми находит. Дэми, мама, сама продала. Машка, дэй. Прекратите жаловаться. Жаловаться это некрасиво. Почему? Вот видите, как Мария у меня машину раскладывает. Все. Будем сейчас ставить, смотреть, как он у нас испечется. И вот наш пирог. Пирог! Пирог! Как она радуется, как она хочет этот пирог. Пирог, 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 пирог. Приготовился. Вкуснятина такая. Будем пробовать. Дети работают. Внуки поливают цветы. Запутай скорее. Старуха. Старуха. Это сам старуха. Старуха, запутай скорее, старуха. Посмотри, как я нельзя могу. Мария работает, а вы балуетесь. Друзья мои, не переживайте, я НДРУ сейчас нету дома. Смотрите, как я могу. Ашкема дома нету. Смотри. Вот. Вот, молодец. Ашкема сейчас нет дома, он на прогулке, поэтому дети бесятся. Посмотрите, как мы можем. Молодец. А я вот так умею. Командир. Ой, ты возил мой, молодцы. Отойдите. Все, все, хватит, все. Иди поливай цветы. Цветы Мария будет поливать. Подписчики, смотрите, как я делаю. Смотрите. Вот так делаю, смотри. Она не умеет, как нельзя. Надо еще кружиться. Кстати, забыла вам показать, какое блюдо у меня получилось. Вот, друзья мои. Ашкему главное понравилось. Я его переложила уже в кастрюлю, чтобы потом удобно было спрятать холодильник.